И снова всем welcome, это снова я. Заранее хотелось бы извиниться за то, что так долго не было видосов. Я недавно вернулся только из отпуска, разгробся со своими делами. И теперь готов снимать и дальше новые видео о Японии. Хотелось бы сразу всех поздравить с наступившим Новым годом и Рождеством. Пожелать счастья, здоровья, успехов, благополучия. И чтобы у вас все в этом году получилось, все, что вы наметили. Так вот, сегодня речь у нас пойдет про визы в Японию. Или про то, как попасть в Японию и способы в Японии, чтобы остаться. Многие люди спрашивали о том, какой способ лучше и что лучше сделать для начала. Так вот, значит, для начала я вам рекомендую все-таки определиться, что вы хотите делать в Японии. Потому что у всех людей цели разные. Кто-то хочет только отучиться, поучить японский язык и как бы попутешествовать по Японии. Кто-то хочет остаться надолго, кто-то хочет просто приехать, то есть найти какую-нибудь себе подругу японскую на время учебы. И потом, когда вернешься в Россию уже, ну, переписываться там, какие-то там общаться и так далее. То есть тут зависит уже многое от самого человека. И все люди разные. Я расскажу лишь о способах, как же попасть в Японию для того, чтобы, ну, остаться подольше. Ну, например, у вас такая цель, просто вам нравится такая страна, как Япония. И вам нравится культура, вам нравятся обычаи. Либо вы хотели бы узнать побольше о культуре, обычаях и вообще в целом, ну, о том, как живут же все-таки в Японии. И попробовать это. Так вот, самый простой способ на данный момент, это приехать на учебу. Для начала. Приехать на учебу, либо как турист. Как турист, опять же, это все зависит от человека. Работать вы не сможете как турист. Но туристические визы до месяца тут возможны. И месяц попутешествовать вы можете по Японии. Соответственно, если вы хотите туристическую визу, то вам нужна справка с банка о наличии денежных средств. В том, что вы можете себя прокормить и обеспечить в Японии всем необходимым. И в том числе там разные роды документы. Но более подробный список документов лучше вам посмотреть на сайте посольства Японии в России. Там все изложено, что и куда нужно приносить. Так вот, туристическая виза, ну, она как бы краткосрочная. Работать по ней нельзя, учиться по ней особо тоже нельзя. Ну, разве что в каких-нибудь волонтерских школах, которые бесплатные. Ну, вы просто будете приходить. Там не требуется регистрация, там не требуется никаких карточек иностранцев. Вы просто учитесь. Подробнее о волонтерской школе вы можете узнать. Вот там будет ссылка в описании. Можете посмотреть, как найти волонтерскую школу, чтобы не платить деньги и учить японский язык. Бесплатная школа. Следующий способ это попасть в Японию как студент. Как студент, именно изучающий иностранный язык. Для этого нужно зарегистрироваться на каком-либо сайте, который помогает в, скажем так, в оформлении документов для школы. Либо написать в школу напрямую. Подробнее о том, как бы написать школу напрямую или какие-либо документы, какие-нибудь документы нужны там для этого, вы можете посмотреть на разных сайтах. Ну, вот, например, я прилетал и узнавал насчет этого всего через сайт Гаку.ру. Не знаю, сейчас он там живой, не живой. Но на форуме там много информации. До сих пор люди отвечают, все нормально. Можете посмотреть и ознакомиться с необходимой вам информацией. Там очень много, скажем так, школ. Есть из чего выбрать в разных городах. Какие документы нужны для краткосрочной визы, для долгосрочной визы. Также они помогают в оформлении этих документов. Ну, если же, к примеру, у вас хорошо с английским и в этой школе, в японской, там есть англоговорящий менеджер или еще кто-то, то есть, то вы можете написать напрямую в школу и не пользоваться услугами компании Гаку.ру, а просто самому оформить визу, самому собрать документы, все отправить в школу. В школу вам вышли сертификат. Соответственно, там сертификат of eligibility называется. И уже с этим сертификатом вы можете получить визу в японском посольстве, в одном из городов России, где эти посольства есть. Это один из способов, как попасть в Японию на долгий срок. Потому как вы можете оформить визу как на краткосрочную программу обучения, это от месяца до трех, так и на долгосрочную, это от шести месяцев до года или полтора года. Вот, соответственно, но подробнее о том, что нужно там для того, чтобы поступить на учебу, какие документы и сколько денег нужно, опять же, я оставлю ссылочку на видео в описании, где я подробно рассказываю о том, что для этого нужно. Также визы в Японию можно получить как родственнику или же другу, например, для посещения друзей. Если у вас есть друзья, которые живут в Японии, либо родственники, вы можете спокойно, то есть, попросить их, ну, значит, сделать вам приглашение для того, чтобы поехать в Японию. Ну, то есть, раньше это было вообще обязательно, то есть, у вас должен быть какой-то гарант со стороны Японии, с японской стороны, то есть, гарант с деньгами, который бы обеспечил вас, если у вас бы закончились ваши средства. Но теперь, как бы, получение виз упростили, гаранты не требуются больше. Теперь нужно, если вы хотите приехать даже просто к кому-то, можно даже просто оформить туристическую визу, не запариваться насчет получения каких-либо там приглашений или, скажем так, гарантийных писем от ваших родственников или друзей. Но если вы хотите именно, вот, как родственник приехать или как друг там к кому-то, то, ну, можно сделать и, ну, визу для родственников. Также один из способов, как попасть в Японию, ну, на долгий срок, это поступить на работу в какую-либо фирму японскую, либо иностранную фирму, которая имеет офис в одном из городов Японии. То есть для того, чтобы это сделать, вам нужно зарегистрироваться на одном из иностранных рекрутинговых сайтов, например, как LinkedIn или же Dijob и так далее, или GaijinPod. То есть разные есть, много разных сайтов. И в основном на этих сайтах тусуются рекрутеры или же там рекрутинговые компании, японские или иностранные, которые, то есть ищут, то есть людей, кто обладает нужными навыками и, ну, как бы помогает им устроиться в одну из фирм в Японии. Соответственно, для этого вам нужно сделать аккаунт на одном из этих сайтов, значит, заполнить все, сделать резюме на английском языке с подробным описанием всех фирм, где вы работали, всех проектов, где вы участвовали, ваши роли там, где какая у вас была, то есть, ну, задача, чего вы добились, то есть, как бы, какие вы получили от этого бонусы или же там, скажем так, навыки. Соответственно, все это расписать, чтобы это выглядело очень хорошо и красиво. И после этого вы уже постите на сайт, на этот, вот на любой из этих сайтов, ну, лучше даже на все три, и ждете. Пока вам напишет один из рекрутиров, если ваше резюме ему приглянулось, соответственно, он уже будет разговаривать с вами, и первое интервью будет с ним по скайпу, потом будет уже, если все хорошо, вас пригласят на следующее интервью уже с как компанией, с которой уже будет, ну, и непосредственно смотреть на ваши навыки, на вашу подготовку, на вашу специальность. Если их все устроят после первого интервью с кайп, там, то они вас пригласят на второе интервью. Обычно в Японии в компании три интервью, то есть, первое это с инженерами, либо же там с HR, второе идет уже непосредственно с инженерами, с работниками, с кем вам придется работать, и третье, непосредственно с директором этой компании. То есть, если вы прошли все три интервью, даже по скайпу, и всех все устроило, то вас приглашают на работу, значит, и выписывают вам приглашение. Это также, как на учебу, тоже выписывается сертификат. С данным сертификатом вы идете в японское посольство и приносите остальные документы, которые требуются. Подробный список вы также можете посмотреть на сайте посольства Японии в России. И после ожидания там порядка двух-четырех недель, значит, вам выдают визу рабочую. Сначала ее выдают на год, обычно. Конечно, все зависит от вашей фирмы и от контракта. Если вы, например, устраиваетесь с фирмой, и там контракт на три месяца, то вам могут выдать визу на полгода, к примеру. А если же вы устраиваетесь с фирмой, и там контракт на год, то вам сразу выдадут визу на год. То есть не нужно, скажем так, особо зацикливаться на том, какая вам виза выйдет, то есть, например, на три месяца или на шесть или на год. Вам самое главное попасть в Японию. А уже там, в Японии самой, намного проще найти работу или же там любую подработку и так далее, набраться опыта, чем находясь где-нибудь в России или в любой другой стране. Если вы уже попали в Японию, и даже если вы там, например, работаете в этой фирме, вам что-то не нравится, и вы уже подумаете сменить данную фирму там через полгода, без проблем, вы уже можете спокойно начинать искать новую фирму. Можете там делать, зарегистрироваться и в других рекрутинговых фирмах. Когда вы уже находитесь в самой Японии, достаточно большое количество рекрутеров и фирм будут согласны сотрудничать с вами, потому что им проще, потому что вы можете прийти на собеседование сами, а не нужно там устраивать что-то по скайпу, и им не нужно будет заморачиваться с выдачей вам разрешения на рабочую визу и так далее. То есть, когда вы уже находитесь в Японии, продлевать визы или же получать там новую визу намного проще, потому что в этом плане вы уже как бы самостоятельны, вы уже находитесь в Японии, и не нужно вот это время терять там на пересылку документов, на рассмотрение документов в посольстве, потому что в продлении визы намного быстрее, чем получение первой визы. Порядка двух недель где-то продление делается, ну, 10 дней там или 2 недели, где-то так. Если вы, например, подаете на рабочую визу или на продление рабочей визы, достаточно все быстро. Первая виза на год, потом могут дать на 3 года. Если фирма достаточно большая и давно работает, то чем она, как скажем, крупнее, чем она, как сказать, имеет хорошую историю кредитную или же там вот эту налоговую историю, тем на больше срок вы можете получить визу. В этом плане это все как бы здесь свачка. Это основные способы, как попасть в Японию на краткосрочную либо на долгосрочную визу. Если вы хотите, скажем так, работать, подрабатывать, то по подработке вам доступны будут только студенческая виза либо же рабочая виза. Кстати, если вы получили рабочую визу и вы работаете уже на фирме постоянно, ну, или по контракту, то вы также можете подрабатывать. Никто вам не запрещает подрабатывать. И ограничений по подработке у вас нет. Студентам ограничение по подработке 28 часов в неделю. Туристам, соответственно, нельзя подрабатывать вообще. Ну, и родственникам, если вы приехали, тоже нельзя подрабатывать. Если же вы хотите найти какую-либо там девушку, там, и чтобы получить там визу, скажем так, семейную уже, там, или как-то dependent виза, там, зависящая, да, там, от кого-то, ну, я бы не рекомендовал вам этим заниматься, потому как тут все дело в том, что все зависит от самой вот этой девушки, да, или там от парня, да, там, японца. Во-первых, это очень сложно. Характеры разные, и люди все разные. Очень сложно с кем-то там договориться. Даже если вы там женились, там, да, уже все, там, замуж вышли, уже на, скажем так, прошло какое-то время, три месяца и более, и вдруг что-то там какие-то пошли разногласия, то после развода, значит, супруга или супруга, да, она может попадать на, то есть, скажем так, на развод и забрать вашу визу. То есть, если будет развод, то виза будет аннулирована, вот эта семейная. Соответственно, все, скажем так, все вот эти вот ваши, то есть, старания будут, ну, как говорится, уже ни о чем. Поэтому здесь очень, так скажем, сложно в этом плане и договориться с кем-то, да, понять, с чего хотят там вот эти японки или японцы, то есть, да, очень сложно. У них свой менталитет, своя культура. Если же вы, например, не хотите под них подстраиваться, а большинство из них будет стараться сделать из вас японца или японку, если вы не так, не хотите подстраиваться, не хотите, как бы, следовать ихним правилам и ихним там уставам, то, скорее всего, они с вами разойдутся. То есть, очень много иностранцев или, ну, как бы, иностранок расходятся с, значит, японцами или японками в первый же год, не уживаются. Но кто-то может там прожить там и побольше с ними. Все зависит от людей, конечно, но в основном вот так вот, то есть, и тут уже, как бы, ничего не сделаешь. Тут уже нужно, как бы, смотреть. Я вам рекомендую, даже если вы там, к примеру, устроились там, или вы работаете на подработке, вы приехали по визе, вот это dependent visa, да, там. Сначала как турист, потом получили dependent visa, то есть, познакомившись с какой-то японкой или японцем. Значит, после этого, значит, вы там работаете на подработке, ну, вам в это время уже желательно искать уже постоянную работу. Потому что, если что, что случись, не дай бог там, то вас просто отберут вашу визу, и вы поедете домой без всяких, скажем так, объяснений, что там и без всяких, скажем так, оправданий. Для них это, как бы, нормально считается. То есть, второй раз уже приехать в Японию по dependent visa будет сложнее, потому что, если вдруг у вас, как бы, случилась такая же ситуация, что у вас, вы там, например, развелись по, и у вас была там зависящая от японца или японки виза, то получить в следующий раз такую же визу будет уже сложнее, потому что японское правительство будет уже смотреть на вас немного косо, так как вы будете считаться обычным мигрантом, который хочет, грубо говоря, мигрировать в эту страну под любым предлогом. Поэтому желательно уже в следующий раз приезжать по другой визе. Ну вот, в принципе, и все, что я хотел сказать по поводу пребывания в Японии, по каким визам лучше приезжать. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Если вы хотите узнать об Японии больше, обязательно жмите на колокольчик, и я вам буду очень благодарен, если вы поделитесь этим видео со своими друзьями. Ну а с вами был Дэн. Всего доброго и до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok